Наступал новый день, подъезжали к кухне. Вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали о дерьме, о бабах и тоже много врали. Искали в шее и спали. Спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испорожнениями и кровью в полосе грохота и смерти. Точно так же в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и телеги. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского состава было выбито. Пополнений они не получали, и все ждали только одного. Когда их, полуживых от усталости и обносившихся, отведут в тыл. Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Бенгрию и опустошить ее. Людей не щадили. Человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц непрекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий. Падут Краков и Вена. И левым крылом русские смогут выйти в незащищенный тыл Германии. Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных. Огромные запасы продовольствия, снаряды, оружие и одежду. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решила бы участь компании. Несмотря даже на то, что во первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло. На войну уходили все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен и зашел кровью. Еще усилие и будет решительная победа. Усилие свершалось. Но на месте растаявших армий врага вырастали новые. С унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища перцев не дрались так же жестоко и не умирали так легко, как слабые телом измеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, мясо в этой бойне, затеянные господами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова